МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вели, мечтах и вкусах. Боксеры в рубрике «Вопрос-ответ». Велоспорт. Как прошел первый осенний старт? Взгляд футбольного арбитра на судейство в гандболе. Да, это свисток. Хорош. Начнем выпуск с новостей из солнечной Болгарии. Именно там проходил чемпионат мира по шашкам. И выступала воспитанница Бендерска из дюшер олимпийских видов спорта Кристина Заруба. Вот, Вася, как ты думаешь, сколько медалей заработала наша шашистка? Я думаю, три. Очень мало, Вася. На самом деле у Кристины шесть из восьми. Причем полный набор от бронзы до золота. О спорте, личных стремлениях и о самой Кристине. Наш сюжет. Сюда будет две. Ну, может, ничего страшного. Две с три с половиной. Да, она поняла. Так, так, так. Сберите. Нажимайте, пожалуйста, три с половиной. Партия, что называется, в тон. Брюнетка против блондинки, на доске черный против белых. Я встала в дамку целую. А-а-а. Дамка в шашках, сильнейшая фигура на доске. А вот дама за столом, чемпионка мира Кристина Заруба. С этим званием девушка недавно вернулась из Болгарии. 21 день и 8 турниров. Наша героиня и тут выбилась в дамки. Прямо со старта. Это первый день, это Блить. Я сразу приехала. Заняла первое. Как видите, больше золотых нет. На этом я управилась. Подумала, и хватит. Помимо золота у Кристины еще пять наград. Серебро и бронза. Персональные и командные. Среди них шашистка выделяет фаворита, но не по цвету металла. Самое значимое, видимо, вот это пока что. То, что я третье среди женщин заняла. Потому что я участвовала в первый раз и в Кубке мира, это был первый раз, и первый раз я участвовала в Кубке мира среди женщин. Это пока что самое большое достижение. Пока что. Но надо же работать, чтобы уже не только бронзу держать в руке. А мотивации у нашей героини хоть отбавляй. Весь чемпионат, от сеанса к сеансу, она продвигалась к цели. Вперед направляли победы, а вдохновляла обстановка. И понятное дело, что к концу уже чувствовалось, что уже нужна перезарядка какая-то. Ну, спасибо, было море, которое нас поддерживало все время. Вот, красивые рассветы и закаты. Это все равно помогало. Меняем локацию. Школа шашек на живописный парк Александра Невского. И теперь перед нами не просто чемпионка. В новом ракурсе Кристина раскрывает и другие таланты. Как на французском будет «Я чемпионка мира»? «Я чемпионка мира». А на английском? «Я чемпионка мира». Приятно, да, произносить на всех языках? Да, Кристина еще и дама, владеющая несколькими языками – французским и английским в совершенстве. Тут помогло филологическое образование. Сейчас взялась покорять немецкий. Я думаю, что можно через несколько лет спросить меня не только про английский и французский. Я думаю, что нужно расти всегда и изучать новый язык и завоевывать этот мир. Мир завоевывает и через турниры, и просто от страсти к путешествиям. Сколько стран уже ты увидела? Так, по моим подсчетам, уже 20-я была сейчас. Ну, путешествие – это моя страсть. Еще одна. Как-то со взрослой жизнью уже понимаешь, что нужно исследовать новые места, где ты можешь себя проявить как-то. И в своих путешествиях придерживается такой стратегии – не только добавить новое место к своему списку, а скорее прочувствовать каждый уголок. Так уже объездила Европу, впереди планы на другую часть света. Куда дальше? Я хочу очень Азию. Я так хочу в Индию, это страшно просто. Не знаю, нужно просто… Я еще не созрела для Индии. Я думаю, что вот эта культура, это нужно прийти к этому. Спортсменка, полиглот, преподаватель английского и путешественница. Что еще можно добавить к этому списку? Недавно в насыщенную жизнь Кристины из детства вернулась еще одна страсть. Сейчас я вернулась в балет. Это очень здорово, потому что я, конечно, самая толстенькая там, но самая пластичная мне говорят. А еще у нее прекрасное чувство юмора. Своим позитивным настроем Кристина Заруба уже покорила мир шашек. Впереди новые горизонты, а за ними и высокие достижения. Очень много соревнований проводились именно в Болгарии. Думаю, что ей можно присудить статус самой гостеприимной страны для спортсменов. Вот и боксеры тоже в Софии опробовали европейский ринг. На молодежном чемпионате Европы выступили три терраспольских боксера. Даниил Слепой и Дарья Казарес – воспитанники Анатолия Ахмадзиева и боксер из столичного клуба «Витязь» Владислав Гуц и его тренер Максим Чертыковцев. Если говорить о результатах, то Даниил Слепой остановился на пятом месте, Дарья вернулась с бронзой. Покорить спортсменку из Турции оказалось непросто. Владислав одержал три уверенные победы и выдавался в финал, но все же уступил россиянину. В итоге серебро. О спортивном и личном в рубрике «Вопрос-ответ». Привет, я Владислав Гуц, боксер. Привет, я Дарья Казарес, боксер. Десять лет. Три года. А я любила всегда подраться. Мужской вид спорта. Нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ахмадеев Анатолий Шумевич. Вадим Китманчук. Рой Джонс. Мухаммед Али. Правый прямой. Правый боковой. Канело Альварес. Турчанки. Уделяю время учебе. Работаю. Левша. Делаю медведицы. Салат. Пельмени. Друзья. Родители. Европа. Чемпионат Европы. Город София. 2019. Стать чемпионом всего мира. Стать чемпионом мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один терраспольский боксер выступил на чемпионате мира в Екатеринбурге. Это Андрей Киряков. И для него это первый опыт такого масштаба. Весовой категории до 81 килограмма была высокая конкуренция. 48 участников. Наш боксер во втором раунде уступил сопернику из Белоруссии. Еще один результат – золото чемпионата Балканских стран. Выиграл наш тейквандист Дмитрий Шуляк. Дмитрий провел 4 боя и уверенно победил спортсменов из Македонии, Боснии, Болгарии и Румынии. Наши спортсмены еще находятся в солнечной Болгарии. Спортсмены уже вышли с нами на связь. И вот их первые впечатления после победы. Дима довольно-таки очень хорошо справился со своими эмоциями. Были чисто эмоции спортивные, характерные. И на этих эмоциях он победил всех четырех спортсменов. На этом турнире самым сложным для меня был первый бой и последний. У наших спортсменов действительно много наград за рубежом. Радуют нас и грибцы, а именно ветераны. На чемпионате мира по академической гребле серебро выиграл экипаж двоэкипарной Сергей Быченков и Владимир Александров. Грибцы-академисты гоняются за команду «Динамо». Наши ветераны, как и тэквондисты, тоже передают привет из солнечной Венгрии. «Мы единственные из Приднестрова. Мы заняли сегодня второе место. Спасибо всем за поддержку. Спасибо президенту. Приднестрове рулит. Ура!» А теперь карате. В Днестровске прошел Кубок города. Кстати, в первый раз. Здесь открылся филиал спортивного клуба «Богатырь». Четыре года тренировок и вот юные спортсмены наконец дебютируют на татами. Полезно для самих каратистов, потому что они дополнительно соревнуются, обкатывают свою технику, учатся выходить на поединок на татами. Бились юные каратисты исключительно в разделе «Ката. Индивидуальное». Самому маленькому спортсмену Семену едва исполнилось четыре года, а самому старшему каратисту Максиму уже есть одиннадцать. «Я могу защитить свою семью, могу сам за тебя постоять, ездить на соревнования». «Получить кубки и медали». «А что еще?» «Сходить на соревнования. Учить приемы». «А какие уже приемы ты выучил?» «Захват». Через две недели приднестровские спортсмены отправятся в Одессу. Там для спортсменов пройдет Кубок Черного моря. Так что наши каратисты поедут в Одессу, а вот одесситы едут к нам, в нашем случае в велогонщики спортивного клуба «Аркадия». Кстати, украинские спортсмены в Приднестровье впервые. Они оценили высокий уровень гонки и попытались навязать конкуренцию нашим гонщикам. «Ну а я побывал на съемке и предлагаю посмотреть сюжет». «По городу спокойно. Ты старший. Если случилось что-то, прокололись или еще что-то, пешочком аккуратно идете. Ясно». Наказы тренера, последние технические штрихи и легкое волнение перед стартом. «А почему все такие серьезные?» «Потому что хотим выиграть соревнования». Участники в полной боевой готовности. Пока одни наматывают круги по трассе, другие крутят педали на станках. Не отставать помогает технологический велопрогресс. Железный конь буквально нашпигован гаджетами. Вот прибор, по которому спортсмены могут контролировать здоровье. «Ты едешь, ты видишь на часах, как твой организм реагирует на нагрузку. То есть, как бы, едешь, ты знаешь свой максимальный пульс. У меня вот калории показывают, время, которое я еду, пульс, пульс средний, там, подъем, то есть набор высоты». «Если кто-то останется, то на обратном пути судейская машина будет разворачиваться. Чтобы вы не сидели, два часа потом не ждали, когда вы пришли». Вот такие жесткие требования к профессиональным велогонщикам. На старте основная группа. Перед каждым участником 70 километров сложной дистанции. Это расстояние от Террасполя до Григорьополя и обратно. «Люди, прошедшие нашу школу, они уже свою жизнь без велосипеда не представляют. И поэтому мы всегда рады их видеть». Итак, Приднестровье вновь принимает международный турнир. В велогонке памяти братьев Скребниковых более 20 лет. А интерес гонки только прибавляется. Например, команда из Одессы к нам приехала впервые. «Приехали большим составом из Одессы. Это вот молодые люди у нас. Мы, наверное, самые молодые нам по 32 года, а остальные наши 49, 50 и старше лет». Самый опытный в клубе Владимир Перелазный, лидер одесской команды. В нашей трехдневной велогонке взял серебро в паре. В 55 велоспорт ему помогает вести активный образ жизни. «Не люблю диван, телевизор не люблю. Лучше покататься, поехать на велосипеде». Итак, абсолютный победитель велогонки – новичок Александр Калашников. У юношей отличился Геннадий Маргун, а у юниоров – Александр Ткаченко. Все воспитанники Терраспольской спортшколы. Три дня гонщики соревновались в разделке, группе и парной гонке. Следующий старт – Куба Гнестра. Спортсмены выйдут на шоссе уже в октябре. Будут разделка и групповая гонки. А парную сменит критериум. Сейчас в самом разгаре футбол. Играют и профессионалы, и ветераны. В завезенных чемпионатах Молдавии проходят игры второго круга. Возобновили чемпионат Приднестровья и ветераны. Какая ситуация сейчас в нашем футболе – расскажем в нашем сюжете. А затем вернемся в студию. Национальный дивизион чемпионата Молдавии. Матчи 21-го тура наши команды проводят на выезде. Лидер Терраспольский шериф играет в ничью с Петрокубом 0-0. Однако на лидерство результат никак не влияет. Желто-черные – главные претенденты на чемпионство. Динамавта – еще один клуб вышки. Наша уступает второй команде чемпионата Святому Георгию 0-1. Терраспольчане ведут борьбу за Еврокубки. У команды есть все шансы зацепиться за четвертое место. А это уже дивизиона. Семь игр без поражений. Положительная серия Тегины продолжается. На этот раз бендерчане в гостях обыграли в Кассенжерей 4-2. В этой же лиге суровый северный футбол показала Рыбницкая искра. Голевая феерия с семи мячей завершается победой команды из Унгем. 4-3. Молдавский клуб ввозит три очка из Рыбницы. С точки турнирной таблицы мы, по идее, были фаворитами. Но это футбол, в принципе, была игра равна. В дивизионе Б тоже выступает наша команда. Лидер зоны центра ФК Суклея снова побеждает. На этот раз сельские футболисты победили Фулджер 2-1. А в зоне Север у нас ничья. Со счетом 2-2 Каменский круиз завершил встречу с Эвкарышканой. Выигрывали 2-0 и сыграли 2-2. Поэтому нет радости большой от этого. Хотелось победить. От действующих футболистов к ветеранам. В чемпионате Приднестровья выступает 7 команд со всей республики. Уже стартовали игры 2-го круга. Конечно, тот запас мастерства и опыта, который есть у ветеранов, он виден и визуализируется на поле. Поэтому любой ценитель такого искусства, как футбол, может прийти и посмотреть на тот азарт и те амбиции, неугасающие ветеранов. Сейчас в чемпионате лидирует команда Тира. Следом идут клубы ветеранов из Бендера и Дубасара. Впереди еще два тура. Матчи пройдут в Дубасарах и Тирасполе. Последние игры запланированы на 12 октября. В этот же день состоится церемония награждения. Мы только что посмотрели футбольный обзор. Итак, начну с национального дивизиона. Шериф лидер чемпионата. Но после ничи с Петер Кубом Тирасполе уверенно держится на первой строчке. 12 очков преимущества. При этом до конца чемпионата остается 7 туров. И Шерифу в этих матчах достаточно одержать 3 победы, чтобы получить золотые медали. А вот Динамо Авто продолжает погоню за 4-м местом. Команда отстает на 6 очков. И я хочу сказать, что такое отставание за 7 туров отыгрывается. А Тегина хочет вышку. Для этого нужно, напомню, занять минимум 3-е место. Думаю, шансы есть. У нашей команды положительная динамика. Бендерчане уже 7 матчей не проигрывают. Тегине остается выиграть еще один матч и надеяться на осечку спартанцев. Тогда бендерчане сравняются со своим главным конкурентом. Кстати, 27 октября команды сыграют между собой в бендерах. Теперь предлагаю поговорить о лиричном. Вася, посещал ли ты Карпаты? Нет, в Карпатах я не был, но наш гость там как раз был. Я хочу представить нашего гостя в студии Максим Чумак. На прошлой неделе он покорил гору Гаверлу, высшую точку Украины. Ну вот Максим первый из Приднестровья, кому удалось именно взойти на эту гору на велосипеде забраться. Откуда появилась такая идея? Давно хотелось пешком, мы там были несколько раз, а хотелось попасть именно с велосипедом на вершину. Вот так мы поднимаемся с велосипедом. Первый, может это не совсем будет правильно сказано, но первый по зеленой ветке это 100% правильно. В принципе очень давно никто из Приднестровья с велосипедами на Гаверле не был. Люди смотрят и говорят, ну вы и отвержены. Это было очень интересно и тяжелее в раза три, чем пешком зайти. Ну а почему вы сначала не попробовать высоту поменьше, а не брать вот самую высокую точку? Скажем так, это начало, чтобы покрыть более высокие вершины. То есть сразу высокий уровень, с мелкого не начнешь. Очень следующее в планах это Кольский полуостров, тоже с велосипедами. Поэтому это тренировка на будущее. По дороге все фотографируем, снимаем. И вот в этом путешествии вы были не одни. Да, со мной был товарищ Григорий Бендерчанин, который изъявил желание тоже поехать, поддержать в этом. Ну у нас получилось. Откуда познакомились с ним? Вышло так, что я написал в интернете, что собираюсь поехать на Гаверлу на велосипеде. То есть случайный попутчик? Ну месяца два назад мы вот так с ним познакомились, уже сделали совместные тренировки, чтобы покорить. Ну и наверное получше познакомиться, чтобы все-таки в походе было комфортно. В любом случае надо моральные какие-то точки найти соприкосновения, чтобы не ссориться. Вот по таким корням приходится ехать, если можно сказать ехать. Если ты испытываешь физические нагрузки повышенные, то и срыв намного легче. А с какими трудностями столкнулись на пути? Ну я не рассчитывал, что будет только ко мне, поэтому две трети маршрута в принципе пришлось не ехать на велосипеде, а нести его на себе, наверное. Вниз тоже было более опасно спускаться, чем мы планировали из-за постоянных камней. Но вот оно того стоило посмотреть на мир с высоты 2061 метр над уровнем моря. Стоило, когда ты спускаешься уже обратно и встречаешь ребят. Они говорят, о, вы велосипедисты с Тирасполем? Да. А нам уже снизу сказали, мы тоже с Тирасполем. А что необычно водитель? Проезжаем мимо реки Черемош, какая красота здесь. Во-первых, для нашего взора, для людей, которые живут на равнине, это горное место, оно в принципе уже необычное. Высокогорное озеро тоже у нас не увидишь, оно очень чистое. Там словили даже тритончика маленького, поиграли. Ну, мухоморы, у нас вот не встретишь мухоморов, а там мы нашли мухоморы. При этом наши зрители могут наблюдать кадры вашего путешествия. Как вы умудрялись все это записывать? Дело в том, что практически не получалось записывать. Это вот самый легкий момент, не получалось достать телефон, записать. А в целом не получалось записывать, потому что думаешь о том, как не упасть. Ну, вообще, вот я хочу узнать, вот самое первое вот это ощущение, когда вы взобрались, стало понятно, что вы смогли. Вот что было в голове в этот момент? Наконец-то мы поднялись на верши точек Украины. Первое мы поднялись, и вокруг начали летать орлы какие-то. И ты смотришь, я сюда столько карабкался, он взял, взлетел из своего, и мы все просто. А потом ты смотришь, когда я в прошлый раз был на Гаверле, там это была обычная вершина, где ничего не было. Тут мы забрались, пока мы пофоткались, пофоткались, поворачиваю голову, там стоит мужик и продает кофе. Кофе, кофе на вершине две тысячи метров. И он все это вручную занес, он занес там газовые баллоны, он занес туда, не знаю, сколько времени у него ушло, он стоит закутанный, как на Северном Польсе, потому что ветер очень сильный, флаги все раздувает, записать звук там невозможно было даже. Вот, кстати, сколько стоит кофе на такой высоте? Цена поднимается в зависимости от высоты? Меня цена вообще удивила, но чай 20 гривен, кофе 25, достаточно адекватная остальность. Хорошие цены, стоит подняться в гору. Самое главное, что приятно его пить, тебе намного лучше ощущаешь вкус, чем внизу. Дополнительные бонусы на пути, да? Да, да. Все люди, в принципе, останавливаются, чтобы поесть ягод. В основном туда идут, чтобы увидеть горы и поесть ягод. Максим, вы еще организатор приключенческой гонки X-Rate. В этом году она прошла 2 июня, впервые, кстати. Планируете ли еще? Да, сейчас в октябре, 13 октября будет вторая осенняя гонка. Будет проходить на территории Калкатовой Балки. Это такой природный памятник у нас интересный. Так что, у кого есть желания, могут присоединиться. А что будет интересного, в отличие от первой гонки? Новые препятствия. Не буду сейчас говорить какие, чтобы осталась какая-то изюминка. Интрига. И больший набор высот будет, будет чуть длиннее дистанция. Ну, в целом чуть сложнее будет. Я думаю, что стоит поучаствовать и лично это все увидеть, потому что описывать можно много, а лучше прийти и принять самому участие. Желаем вам новых вершин, будущих достижений и, собственно, чтобы все прошло хорошо. Спасибо большое. Кать, ты умеешь играть в теннис? Вот, кстати, нет. Не довелось научиться. Кстати, я тоже не умею, но опыт был. По мячу было очень трудно попасть. Я думаю, что для начинающего нужен хороший тренер. Ну, вот наш коллега Вадим Гачков тоже попробовал себя в роли теннисиста. Итак, наш следующий сюжет. Уроки большого тенниса. Это стоит увидеть. Подкинуть мяч повыше, да ударить посильнее. Вот и все хитрости большого тенниса. Так думал я, просматривая записи топовых турниров. На деле первое же действие с ракеткой поставило меня в тупик. А как, собственно, ее держать? Урок номер один. Правильный хват. Первый раз в руках держу ракетку. Скажи, правильно делаю? Нет. Смотрите. Когда держишь ракетку, нужно делать фит, что ты здороваешься с человеком. Это восточный. А другие какие? Есть северный. Это уже вот так вот. Это... Подожди, я не понял, что изменилось. Немножко руку влево. Пока все просто. Здороваюсь я каждый день. Проблем быть не должно. Ну, а дальше пробуем один из самых важных элементов в теннисе. С подачи начинается каждый гейм. И подача может и закончиться. Именно она задает темп каждого сета. Урок номер два. Подача. Левую ставим вперед, ближе к линии. Левую ногу. Левую ногу. И подача идет наискос. Очень важный подброс в подаче. На какую высоту нужно подбрасывать? Ну, примерно... Ну, не сильно. Метр где-то высотой. Давай попробуем? Давайте. Теперь я. Встаньте вот сюда. Первая подача и даже не в молоко. Хотя с такой траекторией соперник расстрелял бы первым касанием. Ну, можно сказать, на троечку экзамен сдал. Следующий этап. Урок номер три. Игровая ситуация. Некоторые теннисисты, ну, точнее, почти все, перед подачей вот так вот стучат. Это успокаивает человека перед подачей и настраивает его. Ну, целе наступление. Если не нервничать, можно не стучать. Все-таки нужно было постучать мячом аккорд. Похоже, это была единственная возможность его потрогать. Но под чутким руководством первые шаги, а вернее первые удары, все же сделать удалось. Три урока явно пошли на пользу. А главное, позволили сделать вывод. Одно занятие непростительно мало. Так что большой теннис. Жди. Приднестровские гонбольные судьи снова на международной арене. Братьям-ковальчакам доверили матч Лиги чемпионов нового сезона. Алексей и Игорь судили команды группы «Ц». Встречу финского «Кокса» и шведского «Савихова». Очень интересное название у финской команды. А мы отметим, что наши судьи уверенно справились с игрой. У братьев-ковальчаков достаточно международного опыта. Шесть сезонов Лиги Европы, 13 в общей сложности чемпионатов Европы и мира, в том числе юношеские и женские. А также чемпионаты Азии и Катара. Каково быть арбитром в гонболе? Правила игры постоянно совершенствуют, чтобы гонбол был более зрелищным. Да, у них симуляцию игроков, кстати, называют Голливуд. Про тонкости арбитража в гонболе смотрим в следующем сюжете. Двое на поле. Один следит за мячом, второй за другой половиной. Бывает такое, что два арбитра видят ситуацию по-разному? Бывает такое, да, конечно. Для этого у нас есть так называемый хедсет, если говорить на английском языке, то есть средство связи. Во время игры мы все время находимся на связи друг с другом. На площадке две команды, по семь полевых игроков в поле, то есть на скамейке находятся еще по 9 запасных, то есть всего по 16 человек в команде, но на площадке играет семь в поле. Семь в одной команде, семь в другой. Два тайма по 30 минут, и между таймами перерыв 15 минут. Ваш студийский арсенал? С чего, собственно, начинается игра? Мы должны произвести вбрасывание монеты, для того, чтобы определить, кто у нас начинает игру с мячом, кто стоит в защите. Всегда ловите монетку? Было такое, что и падало. Да, ну это даже интереснее, мне кажется. Можешь попробовать. Она легкая? Легкая, да. Соответственно, свистки – это самый главный инструмент на площадке. По чистой случайности взяла тоже свисток. Да, это свисток. Хороший. Кстати, фоксовский свисток тоже. Да, мне тоже, я им пользуюсь. Еще на этих локодных он в чебрючок свистел. Хороший свисток. Судишь, да? Футбол. Тенденция сейчас идет очень благоприятная, но это не для камеры, или это для камеры, или мы снимаем? Для женских орбитов, то есть больше и больше привлекают. Я думаю, в футболе такая же тенденция. Абсолютно. Три карточки. Что мы имеем? Желтую, красную, и вот так называемая синяя карточка – это, можно сказать, нововведение. Всего два года исполнилось, то есть она еще малыш. Это самое жесткое наказание в гонболе. Если игрок видит перед собой синюю карточку, значит, для него игра на сегодня закончилась. То есть за самое жесткое нарушение, такие как удар в лицо, то есть может быть это кулаком, удар локтем по почкам, такого вида нарушения игрок может увидеть перед собой синюю карточку. Но я скажу, не так часто арбитры применяют ее, я думаю, за сезон в Лиге Чемпионов, ну, раз пять, если вы увидите где-то в игре. Помимо карточек у нас еще есть такой знак, который означает, что игрок две минуты отдыхает на площадке, и команда две минуты проводит в меньшинстве. Если он получает три двухминутных удаления в течение одной игры, вот когда он получает третье двухминутное удаление, если это случается, тогда он перед собой видит красную карточку. Но опять же, он может увидеть ее и сразу, без двухминутного удаления. То есть нюансов очень много. А что запутано? Очень запутано, очень сложно. Давайте тогда спроектируем пару ситуаций, которые связаны с фолами. Ну, самый обычный фол, давайте, вы атакуйте, Сережа, выйди, завяжи перед собой. То есть это самый обычный фол. Вот если случается такой фол, то это красная карточка, потому что игрок находится в воздухе, сзади идет захват за руку, это очень опасно, он может получить раму. А что еще из таких фолов, что мы можем привести к примеру? Из фолов? Ну, удары по лицу можем, что мы можем? В игрока можем, кто подставится в игрока? Давайте удары по лицу. Я шучу, конечно. Сережа, а ну выйди по лицу, стреть кого-то. Я не знаю, Сашу хочет. Поехали, поехали. Да, ну такой четкий, чтобы судятся. Да, давай, давай, можно было уже. Давайте еще раз. Давай, кто завяжи, завяжи, завяжись. Да, только не так протяжно. Чуть-чуть, короче. Да, вот таким. Посоветовали бы своим каким-то друзьям прийти в арбитраж? Я не хочу растить конкурентов, поэтому нет, но это юмор, конечно. Вы знаете, уже есть такие, которые к нам подходили, это наши воспитанники, и они хотят этим заниматься. То есть я говорю всегда, сначала сейчас важно, вы должны уже знать английский язык. Это в первую очередь, знать правила, правила они знают, ну и начинать практиковаться. Желательно, чем раньше, тем лучше. Браво, замечательно. В эту субботу смотрите фаны на первом. У нас в гостях будет творец и спортсмен в одном лице. Это Андрей Андроник. Будем говорить о бальных танцах и разберемся, что это все-таки спорт или искусство. А еще о тренерской деятельности и судействии. Своих детей будете судить? Будете объективно это делать? Бальные танцы где-то это и субъективное мнение. Хотите узнать подробнее? Смотрите фаны на первом в субботу в 20.30. А у нас на этом все о спорте. Увидимся ровно через неделю. С нами всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова